Всем привет! Приветствую вас на своем канале! Сегодня у нас автомобили с пробегом! Конец 2021 года, можно сказать, уже начало 2022-го. Сегодня узнаем с вами цены, потому что многие уже начали приезжать в Беларусь и покупать автомобили с пробегом. Не только новые, потому что они получаются значительно, мне кажется, лучше и дешевле, чем в Российской Федерации. Ну что, не будем долго затягивать, давайте смотреть цены. Начнем, давайте, с самого начала, чтобы потом не возвращаться. Машин много, постараюсь вам максимально какие-то интересные, больше машин показать. Начнем! Итак, автомобиль на гарантии. Это у нас Рено Аркана 1.3, бензин, 19-й год, автоматическая коробка передач, 93 тысячи пробега по цене 45 900. Так, еще одна у нас Аркана, также она на гарантии. Также двигатель 1.3, 19-й год, автоматическая коробка передач, но уже полноприводная, пробег 35 тысяч, и цена у нас 51 520 белорусских рублей. Так, следующая у нас Маздачка с пробегом Мазда 6, актив, двухлитровый бензин, 165 лошадиных сил, 58 тысяч пробега, автоматическая коробка передач, за 55 600. Такая вот цена. Следующая у нас, Volkswagen Tiguan, с НДСом 20%, 1,4 бензин, с 17-го года, механическая коробка передач, 160 тысяч пробега, по цене 58 279 тысяч белорусских рублей. Следующая машинка у нас на гарантии, это у нас Nissan Murano, 3,5 объем, 234 лошадиные силы, 68 тысяч пробега, по цене 91 тысяча белорусских рублей. Такая вот Маздачка, без гарантии, так, Маздачка 15-го года, CX-5, 2,5 бензин, 104 тысячи пробег, 55 763 белорусских рубля. Следующая у нас, очень холодно, ветрено, с пробегом, Маздачка 6, 2-х литровый бензин, с 17-го года, автоматическая коробка передач, 76 тысяч пробег, 50 тысяч белорусских рублей. Кулрэйчик у нас стоит, но смотрю, пока цены на нем нету, не максималочка, не максимальная комплектация, видно еще на оценке, только приняли в зачет. Следующая у нас на гарантии, Kia Rio, 1,6 бензин, 123 лошадиные силы, 57 тысяч пробега, по цене 40 тысяч 300. Так, давайте смотреть, что дальше пойдем. На Каптюре, на Каптюре цены нету. Следующая у нас, Мазда 6, 2011 года, 1,8 бензин, 120 лошадиных сил, механическая коробка передач, 25 тысяч белорусских рублей. Такая вот машинка интересная, вроде бы неплохо. Следующая, Nissan, Nissan Qashqai, 1,6 бензин, 2014 года, автоматическая коробка передач, 126 тысяч пробег, дизельный вариант, 41 650 белорусских рублей. Skoda Rapid, 1,4 бензин, 2015 года, автоматическая коробка передач, 107 тысяч пробега, 122 лошадиные силы, 1,4 бензин, 30 130 белорусских рублей. Volvo S80, 2010 года, автоматическая коробка передач, 250 тысяч пробега, по цене 30 тысяч белорусских рублей. Mercedes-Benz, ML 350, автоматическая коробка передач, 3,5 бензин, 274 тысячи пробега, 36 400 белорусских рублей. Nissan Juke, Nissan Juke, 1,6 бензин, 2017 года, автоматическая коробка передач, 68 тысяч пробег, 40 233 белорусских рубля. Škoda Rapid, 2017 года, механическая коробка передач, 106 тысяч пробег, 1,6 бензин, 29 650. Что у нас еще интересного есть? Давайте такого. Так, Mazda, 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 Mazda 6, 2016 года, 2,0 бензин, автоматическая коробка передач, 112 тысяч пробега, 45 558. Так, Renault Logan, с NDS, 1,6 бензин, 2017 года, механическая коробка передач, 78 тысяч пробега, 21 тысяча белорусских рублей. Mazda, Volkswagen Polo, 1,2 бензин, 2009 года, механическая коробка, 153 тысячи пробег, 16 тысяч белорусских рублей. Kiocerato, 1,6 бензин, 2011 года, автоматическая коробка передач, 164 тысячи пробег, 24 650 белорусских рублей. Так, Logan уже смотрели, с TB, с TB не было, давайте с TB посмотрим. 1,6 бензин, 2015 года, механическая коробка передач, 218, даже 219 тысяч пробега, 20 тысяч белорусских рублей. Volkswagen Polo, а, нет, стоп, извиняюсь, извиняюсь, Jetta, 1,6, 2014 года, механическая коробка передач, 112 тысяч пробега, бензиновая, 30 тысяч белорусских рублей. Opel вообще никогда был неинтересен. Так, Jetta уже была. Так, Toyota Yaris, 1,4 бензин, с 7-го года, механическая коробка передач, 277 тысяч пробега, 17 тысяч, 700 или 500 белорусских рублей. Такая вот машинка. Что у нас тут еще интересного есть? Давайте Ладу глянем. По чем Лада у нас с пробегом. Так, Lada Vesta, SV, 1,8 бензин, 17-го года, механика, 42 тысячи пробега, 27 тысяч белорусских рублей. Nissan Almera, 1,6 бензин, 17-го года, автомат, 136 тысяч пробега, 22 тысячи 700 белорусских рублей. Renault, Renault Duster у нас, полноприводный, 1,5 дизель, 15-го года, 159 тысяч пробега, механика, за 31 тысячу 700 белорусских рублей. Многие мне говорят, что вот пользуются Duster'ом дизельным, очень довольны, очень им нравится. Вот такой белый вариант. Вроде бы и цена неплохая. Так что, смотрите сами. коммерческий транспорт, Volkswagen Caddy, 1,6 дизель, 13-го года, механика, 193 тысячи пробега, по цене 31 тысяча, 550 белорусских рублей. Вот такая вот площадочка. Это, я так понимаю, выкупают в основном у нас дилеры Ford, дилеры Gili, дилеры Mazda, и вот здесь выставляют эти автомобильчики, которые были куплены в Trade-in. Как-то так. Ну что, друзья, вот такие вот цены на конец 21-го года, можно сказать, начало 22-го года. Пишите в комментариях, как вам такие цены и какие цены у вас. Будут вопросы, задавайте в комментарии. Очень замерзли руки, оценивайте видео. Всем до новых встреч. Пока.